Ну что ж, вот мы и вернулись, дамы и господа, и мы продолжаем наблюдать за противостоянием Докчамп против команды Файфмен Мидоса в рамках второго ДПС-цикла Северной Америки Нижнего Региона. Опять же напоминаю, что на первой карте Докчампы просто, ну не сказать, что разгромили, разгромили только под конец, но все же одержали победу относительно команды Файфмен Мидос, и мы смотрим за драфтами второй карты. Ну а пока, пока давайте глянем, что у нас там по коэффициентам, а их пока что нет. Ну ладно, я скажу так, что там уже был 10.0 тот самый коэффициент на Файфмен Мидос и 1.01 на Докчамп от наших друзей из GGBet, поэтому я думаю, ни для кого не секрет, что в рамках данного противостояния Докчампа являются явным фаворитом. А пока, мы все еще ждем драфта далее, я должен донести до вас важную информацию. У меня отличные новости. Сейчас у тебя есть шанс выиграть в розыгрыше XPG сбалансированную игровую мышь XPG Premier Mouse, а также Battleground Mouse Pad, которые вместе точно обеспечат тебе комфорт во время сеансов игры любой продолжительности. Подписывайся и участвуй. Ссылка на группу RuHub ВКонтакте можно найти под трансляцией в описании канала. А также я напоминаю вам, что XPG является официальным спонсором турнира Dota 2 Pro Circle 2021, второго сезона Северной Америки. Ищите баннер от XPG по трансляции, приобретайте игровые аксессуары XPG и участвуйте в розыгрыше, о котором я говорил ранее. XPG — это ваше преимущество в бою. Так, ну что ж, стадия драфта уже подходит к своему завершению и появляется самый сильный кэрри в этой игре. Это в Race King против Джаггернаута в этот раз. Ну не сказать, что Джаггернаут был на самом деле на прошлой карте плох. К нему мало претензий. Вот, он в принципе старался, фармил, пытался тащить свою команду вперед, но вот что-то как-то команда немножко подвела. Вот, но в этот раз у него хороший напарник на линии с Гримстроуком. Джаггернаут смотрится очень даже хорошо. По Дэнксвелл всегда можно кого-то пытаться ловить. Леон, скорее всего, упадет с Марсом на линию. И сейчас нужно избавляться от центральной линии. В первую очередь Докчампом. Пока что забанили Варлока. Так как не хватает пятерочки, действительно, Докчамп, котел, скорее всего, с Кентавром пойдет на линию ставить. Хотя на самом деле котла можно и на пятерку, но все-таки четверка поинтереснее смотрится, как правило. Банится у нас также Андерлорд. Андерлорда на центральной линии мы видели уже. И он был достаточно хорош. Плюс много проблем доставляет драфт команда Докчамп. Поэтому от него решили избавиться, как и от Тимберсоу. Ну и последний бан. Все еще нужен саппорт под ВК. Вич Доктор какой-то неактуален. Что-то с Дизейблом, возможно. Но нет. Это Абадон. Абадон так Абадон. Ну и какой вариант остался? Дизейблов не так уж и много на самом деле у Докчамп. Что-то со Станом, наверное, хочется на саппорта. А может быть вообще Бэйн? А? А? Какой-нибудь. А почему нет? Ну, Вич Доктор все еще хорош. Из таких вариантов есть и водорестарейшн за хилл. Плюс Десвард, правда, не очень хорошо, наверное, здесь будет работать. А, Оракл почему-то, кстати, не в бане. На удивление все еще. Может быть его забрать? Хотя ВК под Ораклом. Такой, ладно, это я уже... Немножко это... А, окей. Нормально. Просто к тому, что Оракл обычно любит брать по таких героев, как Хускар, какой-то тролль-варлорд и так далее. Ну и здесь почему бы и нет. Саппорт и так-то достаточно сильный еще и в рамках линии. Много урона можно наносить. Так, ну а здесь остается центральная линия. Центральная линия против Квин оф Пейн. Да любого спирита, на самом деле, можно забрать до того же Шторма. И из контроля, конечно, есть в Рейскинг Кентавер, но такое... На этом все вроде как. Так что... Шторм смотрится нормально. Можно всегда Эмбера забрать. Тоже не самый плохой вариант. Да вообще любой, на самом деле. Спирит подходит здесь. Ну, так Мидосы и поступили. По итогу. Да, ласпиком появляется Войт Спирит. Ну что ж, интересная ситуация получается здесь. Ну, а сверху в начале немножко, мне кажется, хрупковат драфт. Особенно в Рейскинг. Там огромная... Огромная КД на реинкарнацию. Ну, с другой стороны, если удастся в рамках линии какие-то фраги поделать, то ВК может неплохо на сноуболится. Но я бы сказал, что снизу мне в этот раз драфт нравится побольше, если честно, у Файфман Мидос. Откровенно говоря. Но посмотрим на исполнение. В этом регионе от этого много зависит. А тем временем за окном уже рассвело. Всем доброе утро, дамы и господа. Половина шестого по московскому времени. Рад приветствовать всех, кто не спит. В это раннее воскресное утро. Так, ну что, давайте смотреть за игрой. Надеюсь, в этот раз обойдется без пауз, как у нас было на прошлой карте. И все будет хорошо. Так, ну, по линиям я, в принципе, сказал, что как будет. Мне единственное, что по саппортам интересно, кто все-таки пойдет на линию с Джаггернаутом стоит. Ну, наверное, Грим, да, в первую очередь должен отправиться с ним. В сложную отправит Леона. Леон все-таки по сложной, поинтереснее смотрится. Ну да, тапочки есть у Леона, окей. Так, у нас тут смог вылазка. В самом начале. И, возможно, будет даже драка. А, возможно, даже и с последствиями. Проблема у Оракла. Подкопали его. Квин оф Пейн рядом. Но Оракла, скорее всего, здесь уже ничего не спасет. Да, его должны забирать. Разменяться бы, конечно, как-нибудь, но увы. Увы, и ах. Так, ну что, это, возможно, еще не конец, потому что драка-то вроде как продолжается здесь. Борьба за баунти руны есть. Можно попробовать сделать еще один фраг, да? Догчампы. Почему бы и нет? Стан есть от Кентавра. И баунти руну, скорее всего, здесь отдадут. Снизу там то же самое. Снизу баунти руну забирает 5-майн-мидос. И по итогу получается такая ситуация, что 5-майн-мидос делают ФБ и забирают еще и 3 баунти руны. Вот так начало, да? Я бы сказал, практически идеальное. В идеале бы еще 4 забрать. Вообще было бы классно. Ну, конечно же, пауза. Так, куда же без нее? Ну, подождем. Гоу, рэди. Рэди, гоу. Ой, что-то у меня здесь. Давайте смотреть. Ну что ж, на центральной линии пока особо ничего интересного нет. Снизу в Рейс Кинг вместе с Ораклом. Вот за этим интереснее будет, наверное, понаблюдать. Как тут будет Марс себя чувствовать вместе с Леоном. Или наоборот. Как будет Оракл вместе с Рейс Кингом. У кого интереснее получится и выгоднее гонять. Сверху Джиггернаут против Кентавра. Кентавр себе уже взял брейсерок. На первом левеле прокачал стан. Пока что здесь нас гоняют. Убивают уже котла. И он, скорее всего, погибнет. О, да ладно. Одного удара буквально не хватило. Джиггернаут там так много орехов нахватал от вышки. Жесть. Ласка была уже потрачена от Грима также. Потому что там Кентавр неплохо его избил. Но котел прям на честном слове, если честно. На честном слове выжил. И за ним все еще продолжает свою погоню. Грим. Сейчас будет строков фейт. Попадает. Котел пытается убежать. И одной тычки не хватило. Мисс. Да. Мы в твоей жизни потухли. Да. Не повезло немножко здесь. Гримстроку мог бы сделать фраг. Но увы. Так. ВК снизу отлично фармит. Здесь у него все замечательно. Вряд ли его сильно смогут здесь как-то напрячь. Как бы сам ВК не смог. Он не напряг здесь линию. Скажем так. Пока нормально. Так. Курьеры тем временем погибают. Отрабатывает здесь Леон. Леон себе уже купил. Кстати. Транквил тапочки. Ничего себе. В миде. Пока ситуация. Чуть-чуть получше. В пользу команды. 5-man midas. Потому что. Потому что. Queen of Pain лучше фармит. И ситуация получше. В пользу команды Духчам. Прошу прощения. Запутался немножко. Запутался. Я бы сказал. Очень хорошая ситуация. Для Queen of Pain. На данный момент. Неплохо так. Вырывается вперед. Так. Ну что ж. Опять очередной курьер. Пострадал на линии. Второго уже забрал Леончик. Неплохо. Хотят вот подцепить. На. Шампур. Так скажем. Оракла. В честь майских праздников. Но нет. Не поддается. Он говорит. Я. Вам так просто не дамся. Здесь. Появляется. Баунтируна. Тем временем. Сверху. Снова. Война саппортов. Оракл. Ой. Оракл. Котел. Он снова убегает. Аджгернаут. Страдает. Конечно. Кентавр. Здесь начинает. Уже поддавливать. Тут еще и котел. Задувает. По кд. Ставится пауза пока что от команды DogChamp. Пауза была недолгая. Проверял наличие звука. Звук есть. Все нормально. Так. Тем временем снизу погибает ли он? И счет выравнивается. Один-один. Джаггернаут. Успевает поражать Блэйфюри. Но тут успевает поражать ТП. И не успевает улететь Кентавр. Его просто уничтожают. В Рейс Кинг подкоп получает. Прожимает стики. Выстанавливает ХП. Давайте наверное сразу же на этот раз уже переходить потихонечку. Опять Курьер погибает. Третий Курьер уже, которого забирает ли он? Что с контролем Курьера непонятно. Тут все-таки Шампур залетает. О, Оракл. И Оракл тоже отправляется в таверну отдохнуть. И счет становится 3-1 в пользу команды. Пайф Мэн Мидос. Где-то я это уже видел. По-моему на прошлой карте примерно то же самое происходило. Бывает. В миде пока что ситуация такова, что чуть получше все-таки дела обстоят у Войт Спирита. Как я и говорил ранее. В кавычках нет, конечно же. Но Квин оф Пейн скоро получит шестой. Снова паузу ставится от Верес Кинга. Проблема с микрофоном. Понимаю. Проблема с микрофоном. 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 Неплохо здесь настакано на самом деле крипов Обязательно нужно за них бороться Нельзя отдавать фейзы Появляется уже у Рейскинга Пошли работяги Залетает стан Как же, как же больно здесь Леону Жесть Это конечно ошибка была Вот так вот загуливать Просто уничтожили Легчайший фраг в итоге для Саппорта команды Докчам На легкой линии Так, ну что ж Шестой левел есть у Queen of Pain Возможно будет какая-то перетяжка на сайд-линию Через Sonic Wave Сделать какой-то фраг Ну или в миде попробовать подраться с Вой Спиритом Почему бы и нет Сверху Снова нападают на Кентавра Блэйд Фьюри сейчас закончится В Рейскинг тем временем погибает снизу И это два фрага на сайд-линиях Получается Ничего себе Как интересно забрали у нас В Рейскинга через Копьё, Щит и Хекс Понял Оракл, видимо, где-то был далеко Но Оракл, опять же, мало чем пока может помочь Пока нет подсейва в виде Феллспромиса С другой стороны, есть свои плюсы Пока в Рейскинг в таверне Может Оракл пополучать экспу И вот уже получил четвертый левел даже На линии Ну, пока по-прежнему ситуация равная по денежкам Перетягивается Войт Спирит на нижнюю линию Имеется у него руна Волшебства В бутылочке, которую можно сейчас будет актировать И попробовать подраться снизу Но все прекрасно знаю здесь И догадываются парни из команды Докчамп И просто аккуратно стоят под вышечкой А все-таки началась эта борьба за этот стак крипов Не хочется просто так отдавать, понимаю Но боязно уходить Квин оф Пейн пока перетягиваться не хочет Начинает пушить в ответочку Т1 в миде Войт Спирит в итоге возвращается обратно Сейчас будет, наверное, информация, что Войт Спирит появился на линии А значит, можно от вышки уже отойти Так, Квин оф Пейн продолжает стакать лес на будущее Успокоилась немножко игра Вопрос только надолго Подкопали в Рейс Кинга Но не стали продолжать Пока что понимали, что не хватает, видимо, урона Сверху Пробивают Джаггера Но Джаггер, опять же, не так просто Есть Хилинг Вард Всегда можно отхилиться Вернуться обратно А вот под арену забрать Оракла вполне себе Почему бы и нет До свидания Ну и ВК, конечно же, в ответочку ничего не может здесь делать Все, еще эта пачка крипов здесь лесная стоит Очень быстро заканчивается мана у нас в Рейс Кинга За счет мана Дрейна Леона Сверху Продолжается погоня за Кентавром Успеет ли? Не успевает Кентавр что-то в этой игре прям не блещет от слова совсем Сейчас будет эти его смерть Хороший бодиблок от Гримстромка еще Смотрится пока жидковато, если честно Ну и вообще ситуация очень хорошая сейчас для команды Fightman Midas Фармит Джаггернаут, фармит Воид Спирит, фармит Марс Из плюсов разве что достаточно богатая Queen of Pain У команды DogChamp Может быть за счет этого героя как-то смогут засыпиться за игру Потому что пока что что в Рейс Кинг, что Кентавр Достаточно отстают уже по фарму И могут погибнуть Я не знаю, что происходит сейчас с командой DogChamp Если честно, на развороте Нападают на Марса Марс, Соник Вейв Могут забрать его Танкует за счет Болварки Все-таки Марс погибает Но на развороте врывается Воид Спирит Отлично здесь Хороший подкоп от Леона И сейчас просто трипл килл будет, я так понимаю Хотя хватает все-таки мана на реинкарнацию И в Рейс Кинг поднимает второй раз палец Залетает тем временем в Оракла Оракл погибает И это два фрага в копилку команды Five Man Midas Не знаю, кто это летел, если честно Такое ощущение, что котел Непонятно зачем Сверх тем временем снова нападают на Кентавра И он опять умирает Вы не поверите Такое ощущение, что Док Чампы просто решили Выпилиться максимально по карте Где-то по одному Ну то есть раз за разом И они продолжают это делать Вы играть будете в эту игру на второй карте? Или может быть сразу в третью? Я не знаю Потому что такими темпами как бы, ну Герои Five Man Midas очень богатыми выйдут по итогу Ну что ж Джиггернаут играет через БФ В Рейс Кинг здесь будет играть через быстрый Рейанс Хорошо Интересно, кто быстрее что выформит Рейс Кинг Вряд ли ему что-то сделают Ну что ж Снизу падает вышка Сверху не могут ничего сделать Пока еще Док Чампы Выйдя в хоть какой-то размен Потому что там Джиггернаут на обороне В миде вышка тоже достаточно битая Битая у команды Five Man Midas Наконец-то появляется Орчет у Queen of Pain Возможно за счет этого артефакта Сейчас что-то удастся изменить По-прежнему преимущество За командой Five Man Midas А тут у нас есть скан Но должны понимать прекрасно Откуда идут сейчас Нападают на Кентавра Пошел котел Стампит В итоге не получилось Кентавра забрать На самом деле пока что В это время расстреливают Гримстрок А Гримстрок погибает Кентавра делает ТП Джиггернаут тоже улетает Войспирит скорее всего уйдет И на этом драка подойдет к концу Ну а Врейс Кинг пока что АФК в лес ушел Какое-то время по фарме Там правда варды неплохие Стоят Стоял один Сверху Оракл Залетает ультимейт Котел пока еще живет Оракл делает ТП А вот котлу похоже не сдобровать Здесь Он конечно Пытается время потянуть По максимуму Но что-то сомневаюсь Что ему удастся Выжить данную ситуацию Да Он скорее всего погибнет Полная фиаско Это фиаско Да братан Ну что ж Как-то так По прежнему тысяча голды Я удивлен если честно С таким количеством смертей Догчампы продолжают держаться Продолжают фармить Но все изменится Когда появится БФ у джиггернаута С этим артефактом Он начнет фармить В разы быстрее И оторвется От Врескинга Еще существеннее Если что-то не придумать Достойное подношение Видимо АФК фарм Сказывается все-таки Блинк даггер Появляется у Леона Класс Сейчас наверное будет смог Вот этот блин И вот он БФ готов Да Нападает на Квин оф Пейн Неплохо Здесь всех растолкал Сейчас котел И в итоге За арену Забрать никого не удалось Марс тоже скорее всего Не догнать Поэтому Продолжения никакого не будет Ну джиггернаут С БФом тоже уходит В леса уже Выфармливать В Рейс Кинг Здесь пока что Идет к своему Сакарту Сакарт скоро появится Хорошо Реинкарнация откатила Значит если что Можно и подраться Опа Говорит А что это здесь такое Это мне? Это мне Кентавр сейчас Нормальный денежек поднимет За счет стаков Крипов Который он своровал Лесных Так где-то там Юл подрезали Тем временем Я так понимаю Юл для Нет А чей же Это Юлчик То тогда Наверное Марса Да Юл Марса Временем забрали Позабрали Так же котла здесь Так На перетяжке На перетяжке Где-то Подловили Ну его не жалко Но с другой стороны Не унывают Готовы ловить дальше Пытаться по крайней мере Five Man Midas Но Twin of Pain Здесь не уловима Пока еще Так ну что в миде Возможно будет рак сейчас Потому что здесь вроде как Как в окружении находится Догчамп Заняли лес Вражеский У нас Парни из команды Five Man Midas Справа И могут пока только Треугольник фармить Догчамп Но здесь уже Остался рецепт До покупки Рэддинса В Рейскингам Вместе с работягами Леса вычищаются Достаточно быстро Десятый левел Берем скорость атаки А Джиггернаут уже почти с Яшей И продолжает отрываться Ой не знаю Угонятся ли в Рейскинг Прям Что то есть сомнения На этот счет Так ну что Квин оф Пейн Скоро появится Блокинг Бар Остается только Рецепт В Миде Рейскинг в опасности Поймали его Сразу же Сейв ТП Но есть Реинкарнация Вряд ли его успеют Забрать Сван Как же быстро Развалился здесь котел Неплохой Сейв ТП Неужели Рейскинги заберут Нет Соник Вейв Неплохой залетает На развороте Джиггернаута Как же больно Джиггернаута Джиггернаута забрали Он был под Сайленсом Не смог ничего сделать К сожалению Манта Стайла У него нет Защититься никак От Сайленс Он не может И можно попробовать Марса забрать Еще здесь Марс прожал Стики Пытается убежать Но Марса Скорее всего Настигнет Неизбежная кара В итоге Очень даже Неплохой Размен Получился Для Догчамп Да Потеряли котла Но зато Сделали два Очень вкусных Фрага На кэри Офлайнере Вражеских Соответственно И вот После этой драки Уже Две тысячи За командой Догчамп Юл наконец-то Появляется У Марса Теперь проще Будет контролить И выживать Даже наверное Как-то Аквила Выпадает Для команды Догчамп Я думаю В Рескинг Мог бы себе Забрать При желании Хотя у него Чип Вест Чипит Вест Точнее Тоже нормально Так Подловили Здесь неплохо Кто кого еще Заберет Давайте посмотрим Должен быть Минус ли он Как минимум Успевает Уйти отсюда Войт Спирит Но очень было Близко На самом деле Оракл рядом Могут его поймать Оракл поймали Где-то Стампит Стампит В КД Оракл Скорее всего Погиб Забегает Котел Пошла Арена От Марса Запирают Двоих Сюда Бежит Квинок Пейн Прыгает Вперед Начинает Работать Под саппортом Гримстрок Под Саленсом Пытается убежать Под замедлением Его должны забрать Гримстрок Точно не жилец Есть Стампит Которого Только-только Откатил В погоне За Марсом А вот Марс Как бежать Отсюда У него Через секунду Будет Юу Но залетая Стам Вот Юу В действии Не спасет Это Марса Марс Тоже погибает И снова Выгодный Размен Саппорта Разменять На двух Героев Которых Гораздо Богаче И вот Уже 4000 Да Можно сказать Что Джиггернаут Пока что Не пришел И не сказал Своего веского Слова Но мы помним Что в предыдущей Драке Не вот в этой Которая была А до этого Он уже погибал И у него Имеется смерть И в рейскинг Его уже обогнал Пусть и немного Но все же Пытаются поймать Правда Заставили Прожать Блэдфюри Он просто убегает АВК Также с Рэддиенсом И скоро Появится Блинкдаггер АВК Не собирается АФК фармить Он хочет Активно Играть Контактно Судя по закопу Да Блинкдаггер Уже готов Кстати Ничего себе Я немножко Недооценил Скорость Покупки Этого Артефакта А вот уже Два Блинка На команду Три Если брать Квин оф Пейн Хватает только Оракла Так Ну что ж Выход на Т2 Сверху От команды Докчамп Тут вышка и так На ладон дышит Так что Скоро развалится Сверху Снизу правда Вышка фуловая И может быть За эту вышку Стоит побороться Как-то Докчампом Да И вроде как Не особо-то и хотят Бить 5-man midas На данный момент И Да и бог с ним Говорят Потом заберем Может быть Рошана тогда Раз уж вышку Забрали А вам Поз забрали Перетянуться Возможности у команды 5-man midas Нет внезапно Пижен есть Прямо Все завардили Прекрасно Все подходы Видят Почему бы Не забрать И правда Да и такое ощущение Что как-то 5-man midas И не понимает Что им делать Вот аганим Появляется У Войт Спирита А неужели Они не догадываются Что там Забирают Рошану У них есть Вижен Они видят Что никто Не фармит Ни лес Ничего То есть Часть В которой Могут Находиться Догчамп Это близко Все к Рошану К Рошану Ну видимо Не догадываются А если и догадывались То драться Не хотели За него Хорошо Ну тем временем 6 тысяч Она там И рефарма Достойное подношение Так У Кентавра Уже почти готовый Пайп Отлично Эврескинг Дальше будет Собирать себе БКБ Смог Атака От команды 5-Man Midas Нашли Кентавра Ну Кентавр Очень жирный Арена Залетает от Марса Но там Сайленс Также Обламывает Немножко планы Сейчас команды 5-Man Midas Стан Соник Вейв Очень хотят Забрать Марса Пока что Юл Марсу больно Еще буквально Одного удара Не хватает Марс погибает Попутно Забрали еще Гримстрока Минус 2 Поймать бы Войт Спирита Но он слишком Уж маневренный Попробуй его Догони Или в Рескинг Попытается Да Он пытается И Сайленс Залетает Есть Юл Кентавр Там по таймингу И Хватит ли урона Урона хватает Шикарно Я бы сказал Все сейчас Для команды Док Чамп Забирают вышку Снизу еще Плюс зарабатывают Денежки А тем временем В Миде Забрали еще И Леона Два саппорта Команды Док Чамп Растерзали его Буквально Это еще один Фраг И 9к перевес Внезапно Дела-то Очень даже Налаживаются Док Чамп Учитывая Что старт Они провели Но не самым Лучшим образом Как только Мобильности Прибавилось За счет Двух Блинков Так Хекс Будет дальше Queen of Pain Есть ускорение Снизу Можно оставить Либо для Кентавра Либо В Рейс Кингу Какого-нибудь Отдать Кентавру Спивая Затю на Блинке Перехватить его Не смогли А вот Ораку К сожалению Деваться некуда Queen of Pain Здесь Пока что Нет ультимейта Пошел он Не слэш Есть Веллс Кромис Никого не забрал Джиггернаут Погибает Войс Перетерри Стан залетает Джиггернаут Джиггернаут Блэйдфюри Откатил Можно делать Пока Терепортацию Нечем Марс Пытается улететь Но урон Его хватает И Марс Погибает Марсу К сожалению ТП есть Чем сбить Потому что у него Встроенного БКБ нет Чтобы вот так Вот нагло Улетать И очередная драка Выигранная Просто Салат Да Команды Докчам Делают Три фрага Продолжает Нужить Сражение Недолго Думая За счет То что Есть Фрескинг Скелет И в принципе Уже Есть руки Урона Неплохо Здесь имеется Полушку Т2 падает Можно попробовать Побить Т3 Правда Таймеры Появления Героев Не самые Большие Там у команды Поэтому Миды Все-таки 23 минута 24 Поэтому Герой Появится Быстро Ну Немножко Пробили В любом Случа Наполовину Дайер Ботом Тауэр Из Удер Атака Так Ну что С базы Выходит Пока что Мидосы Пятером Врываются На кентавра Но обламывает Планы Врескинг Еще один Стан Оракл Здесь Хватит Для урона Войт Спирит Пока там Хоть Неплохо По нэксвелам До конца Оракла Хотят забрать Оракл Через 2 секунды Получит Уже Фолл Стронус Который Откатит Пошла Арина От Марса Отлично Туда Залетает Соник Убегает Жиггернаут Хеллингвард Продолжает Работать За джаггером Погоня Погибает Первым Гримстрок Следом Отравляется Таверну Марс Пытается Улететь Войт Спирит Ему Это Удается Сделать Тем не менее Но это опять Стоит им И проигранной драки И вообще Каждая проигранная драка Как минимум Стоит строение Моментально Парнем из команды 5-man Здесь у нас Queen of Pain Спокойно Может себе Позволить Подставляться Учитывая Что есть у нее Аегис Прыгают дальше Начинают Прогонять Войт Спирита Здесь начинает Падать Т3 Точнее Продолжает Падать Реинкарнация Имеется А в рискинке Ничего не боится Фоллс Промис Откатил Наверх Улетает Пока что В рискинк Но он Скорее всего Вернется Обратно Силами Котла Просто Линию Откушит Но вернулся Немножко Другой Герой Ну ладно Хекс Уже Готов У Queen of Pain Это конечно Интересно Достаточно Быстрый Такой у нас Хекс Получается В этой игре Для Войт Спирита Для Любого героя На самом деле Команды 5-man midas Это будет Неприятной Новостью БКБ Появляется Также У Брейс Кинга Ну и дальше Можно в боевые Артефакты Уже выходить Так Здесь у нас Погибает Марс Ну достаточно Просто Его уже Открыли с руки Здесь под Саленс Лен Пока что Два пальца Только Стакнул Конечно Хотелось бы Побольше Ну и Линии Продолжает Пушиться Очень мало Места Сейчас у Мидоса Где Можно Фармить Единственное Что могу Делать Наверное Сплекушить Как-то По линиям Но Это Центральная Линия Которая Просто На Изи Отваливается На 27 Минуте Минус Бараки Что-то Как-то Слишком Легко Перемещаются Наверх Парни Из Догчам Крипы Правда Далеко Но все же Надо что-то Делать Пресс Кинг Тут ничего Пока не Боится Продолжает Пушить Просто Захиливают Его Работяк Пока нет Но и без Работяк Справляется Вполне За спиной Вся команда Бояться Особо Нечего Мана Тебя Не могут Лиши Здесь Реинкарнация В любом Случа Будет Так У нас тем временем Началась драка Опять Арина от Марса Но тут Очень сильно Пострадал Войспирит Правда Успевает Убежать Хороший Соник Вейв Там издалека Откуда-то Накрывает Все Раскастовывается Здесь В итоге Врейс Кинг Живет Погибает У нас Леон Погибает Саппорт В виде Гримстролка Джаггернаут За счет Блэдфюри Какое-то Время Еще живет Но тут Уже Всю команду Чуть ли Не под Фонтан Загоняет Да Да Что-то Прямо Моментально Развал Произошел ГГ Очень быстрая Вторая карта Получается От Команды Докчамп И они побеждают Со счетом 2-0 В этой серии Молодцы Вторая Прямо Очень уверена Была На самом деле В начале Как Ну я немножко Переживал за Докчамп Судя по тому Что они прям Ну очень много Нафидили Там 12 фрагов Было Но по итогу Мы видим что Долгое время Все было под контролем Потому что графики То особо не менялись И вот Просто набрали Свою мобильность Два блинка Появился Рэддин с БКБ И все Проблем никаких нет Идем вперед И убиваем Что собственно И произошло Ну что ж Вот такая Сегодня серия Последняя вышла Заканчиваем мы Наш ночной Тире утренний эфир Спасибо большое Что смотрели Напоминаю Что мы смотрели За Вторым циклом ДПС Северной Америки Нижнего региона Вот Продолжится Южная Америка Северная Америка Продолжится Завтра Завтра в час ночи Приходите на Дота 2.рухаб На этот же канал Для вас здесь будут работать Форс Элекс И будут комментировать Матч Пента Эйс Я так понимаю Против команды Блэк и Йеллоу В формате Бо3 Ну и конечно же Будет еще и Южная Америка Завтра В 22.00 По московскому времени На 4 канале Там для вас будут работать Кристал Мэй И Эритель И Также будет Нижний дивизион Будут работать Адекват и Морт Там Д2 Хантерс Хастелс 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 Против Пикадо Сквадгейминг Но пока что Д2 там прям Вне конкуренции У них там Ноль поражений Они прям явные фавориты Интересно будет Посмотреть Пикадо Сквад По-моему второе место Занимают На данный момент Да так и есть У них одно поражение Кстати Это поражение Комментировал я С Митяем Насколько я помню Вот С вами я на сегодня Прощаюсь Спасибо большое Что смотрели До скорых встреч Пока-пока Еще услышимся